Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность сделать небольшое сообщение об опыте нашей медицинской реабилитации детей больных костными саркомами. Актуальность этой темы не оставляет сомнения, поскольку большие достижения в диагностике и лечении костных сарком у детей и заметно увеличилось долгосрочное выживание этих пациентов. Цель нашего исследования – это улучшение качества детей, страдающих костными саркомами. Соответственно, вышеуказанные цели были нами сформированы следующие задачи. Это и оценить возможность проведения медицинской реабилитации детям, которые перенесли саркомы костей. Также определить место и роль медицинской реабилитации у наших пациентов. Определить показания к реабилитации. А также профилактика последствий противоопухолевого лечения у пациентов, страдающих костными саркомами. В наше исследование вошли 48 пациентов. 22 пациента – мальчики, 26 девочки. Средний возраст детей был 11,4 года. Дети были в возрасте от 2 до 17 лет. 64% были пациенты с саркомами Юинга. 33% с остеосаркомой. Пациенты с хондросаркомой составили 2,4%. В 55% случаев опухоли поражались кости нижних конечностей. 26% пациентов были с диссимилированным процессом. Показаниями к проведению медицинской реабилитации служило стойкое снижение качества жизни пациентов, наличие последствий болезни или последствий специального противоопухолевого лечения. Мы начинали заниматься с пациентами на любой стадии болезни и на любом этапе противоопухолевого лечения. Нам удалось существенно снизить противопоказания к восстановительному лечению. В основном это нестабильность состояния сердечно-сосудистой системы, гнойно-некротические заболевания и остроинфекционные заболевания. Медицинскую реабилитацию мы начинали с момента постановки диагноза. У большинства пациентов. И мы считаем, что реабилитация должна продолжаться на всех этапах противоопухолевого лечения. На предоперационном этапе это адаптация пациента к сложившейся ситуации. В раннем послеоперационном и позднем послеоперационном периоде это восстановление утраченной функции конечности. Ну и в ремиссии это борьба с последствиями противоопухолевого лечения. По данным зарубежной литературы медицинская реабилитация стимулирует иммунитет иммунную систему организма и также стимулирует противоопухолевый иммунитет как у взрослых пациентов, так и у пациентов детского возраста. Что подтверждает наше намерение и возможность проведения реабилитационных мероприятий после постановки диагноза. В различные реабилитационные периоды есть свои цели, как я уже их озвучила ранее. Это и подготовка пациента, и анатомической области, где будет хирургическое лечение к тяжелому оперативному лечению. И восстановительное, то есть полное или либо частичное восстановление функции конечности. Поддерживающая цель это адаптация пациента к новому психофизическому состоянию. И также есть и палеотивная цель. Реабилитационную судьбу пациента решает реабилитационный консилиум. Мы работаем в тесной связи с врачами-онкологами и советуемся на каком этапе, что мы можем применить нашим пациентам. Всем детям создаются персонифицированные программы реабилитации. В этих программах мы учитываем исходный статус пациента до заболевания. Текущий статус пациента на момент начала реабилитации. Также учитываем функциональные потребности ребенка. Именно то, что желает достичь наш пациент. И учитываем психологическую характеристику пациента. Спектр наших реабилитационных мероприятий достаточно небольшой у пациентов, страдающих онкологической патологией. Особенно небольшой спектр применения физиотерапевтического лечения. В основном мы применяем кинезотерапевтические методики. То есть это лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, механотерапия, гидрокинезотерапия. На предоперационном этапе нам необходимо подготовить пациента и снизить риск развития осложнений в послеоперационном периоде. И также необходимо подготовить конечность пациента. То есть мы учим пользоваться ортезом, обучаем ходьбе на костылях. Практически всем нашим детям имплантирует центральный венозный порт. Что позволяет нам расширить спектр реабилитации, реабилитационных методик. То есть возможно применить гидрокинезотерапию. Дети плавают у нас в нашем бассейне. В раннем послеоперационном периоде наши инструктора выходят сразу в отделение реанимации. И с первых суток мы начинаем заниматься с пациентами. Это и укладка конечностей, и дыхательная гимнастика. Со вторых и третьих суток мы проводим вертикализацию пациентов. А с четвертых суток уже возможно применять пассивную механотерапию. У взрослых пациентов это аппаратная механотерапия. А у детей маленьких это работа руками инструктора. На 14-21 сутки после снятия швов мы можем уже начинать гидрокинезотерапию. Существуют особенности раннего послеоперационного периода у пациентов. Это то, что наши мероприятия реабилитационно проводятся на фоне замещения кровопотери, на фоне обезболивания и седации. А также наши мероприятия должны способствовать началу полихимиотерапии. Она должна начаться на 5-7 сутки для профилактики местного рецидива, профилактики отдаленных метастазов и консолидации ремиссии, что позволит повысить выживаемость. То есть наши реабилитационные мероприятия должны быть достаточно адекватны. Всем детям проводится ортезирование. Ортез заказывается перед оперативным лечением. Ребенка или родители обучают одевать ортез. Ортез обязательно должен быть по всей длине конечности. Обязательно должен быть регулированный шарнир. И самое главное, что этот ортез должен соответствовать возрасту ребенка. Также мы осуществляем реабилитацию инкурабельных пациентов с целью в данном случае улучшения качества оставшейся жизни у этих пациентов. В позднем отдаленном послеоперационном периоде и в периоде ремиссии мы формируем, как я уже говорила, индивидуальные программы реабилитации, которые соответствуют уже состоянию и потребностям пациента на момент наблюдения. Вот на данном снимке представлены пациенты, которые уже находятся в периоде ремиссии. И у таких пациентов возникают отдаленные последствия противоопухолевого лечения. Слева представлена фотография ребенка укорочением конечности даже при наличии растущего эндопротеза. Укорочение у этого ребенка составляло 11 сантиметров. Это самое большое укорочение, которое мы наблюдали. А так вот от 2 сантиметров и более. Также на другой фотографии ребенок с контрактурой коленного сустава. Сначала функция сустава была хорошей, а по мере роста ребенка сформировалась контрактурой коленного сустава. Мы оценили состояние опорно-двигательного аппарата у пациентов в ремиссии. И наибольшие последствия, которые мы выявили, это рубцово-мышечная дистрофия, сколиозы, остеопении, тугу подвижности и контрактура суставов. Мы оценили степень тяжести и последствий по шкале оценки степени тяжести и последствий. В основном мы отмечали первую, вторую и третью степень, наибольшее количество второй степени последствий, четвертой степени угрожающей жизни и пятой степени смерти от последствий мы не отмечали. Эти данные наши полученные коррелируются с данными зарубежных исследователей. Надо сказать, что у детей, особенно детей маленького возраста, есть свои особенности. Дети, мы вообще у детей спрашиваем, что они хотят вообще получить от реабилитации. Они могут сказать нам, что мы хотим завязывать шнурки, ходить по лестнице или идти в школу вместе со всеми детьми. То есть мы поэтому формируем, например, такую цель, что разработка движения именно того, которое необходимо ребенку. То есть не обязательно, что у него не возникнет контрактура сустава, но наши дети, некоторые уже выросшие, могут водить автомобиль с ногой, у которой контрактура коленного сустава, например. Также детям иногда не нравится применение тренажеров, таких как артромод, а велотренажер у них предпочтительней. Также применение каких-то методик ЛФК под музыку, с танцевальными элементами. И наша необходимость – это социализация детей, подготовка к посещению ребенка общественных учреждений, школы, музыкальной школы, бассейна после длительного противоопухолевого лечения. Есть небольшие недостатки аппаратной реабилитации, я их отметила на этом слайде. Все аппараты в основном произведены не в Российской Федерации, то есть стоимость их достаточно высока, и не все могут приобрести, если фонды, например, не помогают. И, например, такие аппараты, как кинетеки или артромоты, не подходят для детей младшего возраста, менее 132 сантиметров, то есть длины ноги не хватает. Ну и бывает, конструкция не очень подходит для детей, достаточно им тяжело пользоваться. Мы оценили пятилетнюю безрецидивную выживаемость у пациентов, которые получали медицинскую реабилитацию, и отметили, что в 82% случаев она достаточно высокая. То есть 82%. Если нет медицинской реабилитации, вот у нас достаточно низкий процент, 52%. Следует отметить, что реабилитационные программы, по нашим данным, показали хорошую переносимость, в том числе у палеотивных пациентов. И в составе медицинской реабилитации необходимы именно те мероприятия, которые повышают качество жизни в процессе длительного специального противоопухолевого лечения. Показания медицинской реабилитации служат снижение качества жизни вследствие болезни или последствий противоопухолевой терапии. Медицинская реабилитация должна быть максимально ранней и активной. Эффективная комплексная противоопухолевая терапия позволяет проводить медицинскую реабилитацию в полном объеме, что существенно может повысить результаты как онкологические, так и ортопедические. И индивидуальная программа реабилитации должна динамически изменяться в зависимости от потребностей пациента по мере развития последствий противоопухолевой терапии. Благодарим за внимание. Продолжение следует...